Выход Чудо-женщины – прекрасный новогодний подарок от Warner Bros. любителям супергероев. Все мы приятно удивлены, но есть подарки, которые удивят не меньше. Причем не только фанатов кинокомиксов. U-Gears – это конструкторы, которые порадуют каждого, вне зависимости от пола и возраста. Мальчики придут в восторг от байка, исследовательского судна или сейфа. Девочкам понравится цветок, шкатулка с секретом или глобус, ведь все это добро функционально. Мотоцикл будет ездить, шкатулка открываться, а кассовый аппарат принимать деньги. Разнообразие моделей U-Gears впечатляет, а что самое приятное – удовольствие доставляет не только результат, а сам процесс сборки. Что может быть уютнее запаха дерева и воссоздания атмосферы из прошлого со сборкой конструктора в зимний вечер? А если дело происходит в компании, то процесс и вовсе превращается в общее приключение. Ведь не зря U-Gears заслужил популярность во всем мире, влюбив в себя людей самых разных интересов. В России работает официальный дистрибьютор – магазин U-Gears-Russia.ru. И там вы найдете подарок, за успех которого можно не переживать. А с нашим промокодом он обойдется на целых 20% дешевле. Дерзайте по ссылке в описании и заряжайтесь новогодним настроением, друзья! Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Кевин Файги обещал показать в Ванда-Вижене крышесносную наркоманию. Мы разбирали первый ролик и сложили сюжет по полочкам, а второй тизер дополнил наши рассуждения кучей всего интересного. Спорим, вы пропустили появление взрослых дядей Ванды и Вижена? Первый взгляд на Эвана Питерса и новый костюм Алой Ведьмы? Если нет, не переключайтесь. В ближайшие пару минут таких деталей будет много. А если заметили, мы расскажем и о других мелочах. Ну а в целом за два трейлера костяк сюжета стал понятен. Алая Ведьма и Вижен живут в изолированном городе, который путешествует во времени. Иногда события выглядят как ситком 50-х, иногда как сериал 90-х. Ну а в итоге чары спадут и мы увидим, как город выглядит на самом деле. Параллельно ролики показали, что за границей города дежурят спецслужбы и пытаются вытащить людей из ловушки. Также трейлеры показали воскрешенного Вижена беременную Алую Ведьму и кучу кроссоверов с другими фильмами, включая Тор 2. Подробнее сюжет мы разбирали в прошлом видео, а сейчас внимательно поговорим о деталях. Первое и самое жирное – не все изменения в городе происходят по воле Алой Ведьмы. В двух трейлерах мы видели, как Ванда сужает кровать и меняет обстановку, моет посуду и пылесосит магией. Казалось бы, все просто. Съехавшая с катушек девушка захватывает город в заложники и начинает куражиться. Однако свежий ролик сразу в двух местах заявляет, что Ванда может делать это не по своей воле. Во-первых, кадр, где обстановка дома меняется с черно-белого на цветной, демонстрирует удивленную Алую Ведьму. То есть, как минимум, этому изменению она удивлена. А чуть позже говорит Вижену, что не знает, чего ожидать. Нет сомнений, что безумие вокруг – это проявление способностей Алой Ведьмы. Так не раз было в комиксах. Однако также не раз случалось, что включала магию девушка после промытия мозгов. Собственно, об этом прямым текстом говорит сообщение по радио. Вторая отсылка на таинственного злодея. Радиоприемник определенно передает слова кого-то из окружения. И этот кто-то дословно спрашивает «Кто это делает с тобой?». Также примечательно, что голос по радио называет Алую Ведьму Вандой. То есть, говорит, кто-то знакомый. На ум приходит Доктор Стрэндж, но если включить ролик в оригинале, слышно, что голос принадлежит не Бенедикту Кукумберовичу. Как бы то ни было, факт остается фактом. На Алую Ведьму кто-то влияет, заставляя использовать способности во вред окружающему городу. Но кто именно? В трейлере мы видели кто. Это почти наверняка таинственная личность в костюме пчеловода и медицинской маски. Ибо ее показывают прямо в момент, когда голос по радио говорит о злодеи. Картинка в этом моменте затемнена, но даже если поиграться с яркостью, разобрать что-то тяжеловато. На поле слухов о личности злодея по-прежнему глухомань. На ум приходит разве что Мефисто, а его способностей для влияния на разум Алой Ведьмы достаточно. В конце концов, именно он в комиксах заставил ее поверить в существование собственных детей. И именно Мефисто манипулировал Алой Ведьмой, чтобы та изменяла реальность. Слишком уж много совпадений. И с 90% вероятностью именно Демон сыграет в проекте злодея. Забавно тотальное отсутствие новостей о кастинге вообще кого-либо на злодейские роли. И это родило теорию, что Мефисто в сериале сыграет Эван Питерс. Его появление мелькало в данных инсайдеров. Однако Кевин Файги даже на дни инвесторов сохранил молчание. Похоже, нас ждет сюрприз. И он вполне может заключаться в том, что фигура в маске пчеловода и есть Эван Питерс. Впрочем, лично мы и все-таки ждем появления Питерса в роли Ртути из альтернативной реальности. Так было бы гораздо эпичней. И раз уж речь зашла о детях Ванды и Вижена, хотелось бы поставить на паузу трейлер в моменте, где Алая Ведьма и Андроид смотрят в окно. На заднем плане можно заметить фотографию в рамочке. Хоть качество и оставляет желать лучшего, заметно, что на фото Ванда и Вижен сидят с детьми. Причем далеко не младенцами, а подростками. Учитывая, какие временные скачки делает сериал, взросление близнецов логично. Да и в комиксах Ведьма на том испалилась. Ее дети росли слишком быстро. А периодически вовсе пропадали из реальности, что и дало людям понять, что близнецы это фейк. Как это обыграет сериал, пока загадка. Однако взрослых Билли и Томми мы, кажется, увидим. Интересно, будут ли они обладать суперспособностями, как это было в комиксах? Теперь поговорим о пересечении с другими проектами киновселенной. Их очень много. Во-первых, имеется агент Джимми Ву. Он был офицером, присматривающим за Скоттом Лэнгом в Человеке-муравье. Роль парня в Ванда-Вижене очевидна. Он работает в оцеплении, которая пытается достучаться до Ванды через радио и спасти город. Во-вторых, на экране засветилась госпожа Дарси. Героиню Кэтс Деннингс мы в прошлый раз видели в Торе 2 2013 года. Marvel любит играть с актерами из прошлого и роль Дарси также очевидна. Девушка неплохой ученый и даже сталкивалась с примером работы Камня Бесконечности. Причем именно Камня Реальности. А он, как мы видели в Войне Бесконечности, обладает схожим набором способностей с тем, что творится в сериале. На экране обстановка меняется ровно так же, как Танос дурил Стражей Галактики в гостях у коллекционера. А еще в трейлере мелькает ураган, оформленный в красных цветах. Быть может, это просто совпадение с Камнем Реальности не связанное. Но Дарси в любом случае позвали, чтобы расследовать натуру силового поля. В обоих трейлерах нам демонстрировали, что оно окружает город и не дает никому пробраться внутрь. Прошлый отрывок демонстрировал, как Моника Рамбо пыталась пройти внутрь, но вылетела как пробка. Очевидно, что Моника работает на военных и пыталась донести до Алой Ведьмы сообщение. Однако в новом тизере видно, что она все же проберется в город, правда по пути и потеряет память. Это тоже работа Ванды. В комиксе День М, где Ведьма изменяла реальность, все также теряли память. Лишь единицы помнили, что произошло на самом деле, так что потеря памяти не случайность. Ну а для тех, кто забыл, напомним, что Моника Рамбо это тот ребенок из Капитана Марвел. И очередное пересечение с другим проектом киновселенной. Но, пожалуй, самый главный кадр трейлера демонстрирует Камень Разума. С его помощью Ванда и Ртуть получили суперспособности. Правда, потом Марвел подправила канон, пояснив, что Камень всего лишь раскрыл уже имеющиеся силы и не дал ничего нового. А вот для Вижена он критически важен. Андроид погиб, когда Танос выдрал камушек в Войне Бесконечности. Как мы видим в сериале Вижен жив-здоров. Правда, до определенного момента также является жертвой манипуляций Алой Ведьмы, не до конца понимая, что происходит. Но позже в обоих трейлерах мы видим вполне реального Вижена в привычном костюме. Значит, он все же восстанет по-серьезному. Похоже на то, что какое-то время Андроид будет жить на вложенных силах Алой Ведьмы, а потом снова получит Камень Бесконечности и оживет самостоятельно. Судя по кадрам трейлера, Ванда собирает камушек из ничего. Как мы не раз упоминали, это абсолютно логично. Из имеющихся способностей Алая Ведьма связана с Камнем Разума сильнее всего. Ну а чистой силы у нее побольше, чем у Доктора Стрэнджа. Так что собрать Вундервафлю из атома в девушка способна. Ну а трейлер дает понять, что так и случилось. Остается, пожалуй, главный вопрос. А что там по Доктору Стрэнджу? Его появление фактически подтверждали, что Кевин Файги, что все промо-материалы проекта. Сериал вообще позиционируется как приквел к сиквелу фильма «Волшебника», так что Стрэндж в нем обязан быть. Логически понять, как он появится, нетрудно. В прошлом Ванда использовала силы только, чтобы кидаться красной энергией и дать чего-то там ломать. В сериале же мы видим более тонкие применения магии, а заодно более разрушительные. В целом Стрэнджу должно быть по боку, ведь задача верховного мага – защита планеты от угрозы из других реальностей. Проблемы внутри Земли Стрэнджа особо не интересуют. Что же привлечет его внимание? По словам Кевина Файги, Ванда Вижен плотно приляжет на концепт мультивселенной. Как минимум, малая ведьма что-то натворит с таймлайнами. Возможно, девушка призовет ртуть из вселенной Людей Икс или выдернет детей из другой реальности. Для Стрэнджа это уже веский повод вмешаться. Но еще более веским поводом будет тот, кто манипулирует Вандой. Как мы уже упоминали, это скорее всего Мефисто. Ну или какой-нибудь другой демон вроде Кошмара. Детали не важны. Важно, что все демоны – существа из других реальностей. А это уже звоночек для верховного мага. Так Стрэнджа и свяжут с Ванда Виженом. Сначала никто ничего не поймет, и военные будут пытаться решить проблему своими силами. Но когда станет ясно, что за всем стоит демон, Стрэндж ворвется на вечеринку и поможет Ванде. Возможно, мы видели его силуэт в одном из кадров. Но все слишком размыто, и говорить о чем-то определенно тяжело. Собственно, это же сказал и Пол Беттани, исполнитель роли Вижена. В своем интервью актер заявил, что сериал – это сплошной пазл, детальки которого будут медленно собираться в общую картину. Деталек в наших двух разборах мы увидели целую гору, и теперь осталось дождаться выхода сериала, который расставит все по своим местам. Но, как вы понимаете, будет очень интересно. Дети Алой Ведьмы – Эван Питерс, Доктор, Стрэндж, Демоны и Мультивселенная – обещают веселенькую дискотеку. А на секундочку, именно Ванда Вижен станет первым проектом четвертой фазы киновселенной. Так что сюрпризов будет много, и помимо тех, что показали трейлеры. Учитывая праздники, до 15 января не так-то и далеко. И киновселенная Марвел вернется совсем скоро. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!